Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Шалом алейхим, дорогие друзья. Песах самеях. Когда мы говорим о Песах, мы говорим об исторических событиях, которые произошли в истории еврейского народа, в истории отношений Бога и Израиля. И мы вспоминаем о том величественном исходе, который совершил Бог. И потом в будущем мы видим другой исход в Иерушалиме, когда Ишуа, Машия, царь Израиля совершил великий исход, чтобы мы сегодня могли войти в его вечную жизнь. Сегодня мы, когда говорим об Израиле, мы видим новости, мы читаем новости, мы знаем, что живут у нас там родственники. Это государство на Ближнем Востоке. Но еще сто лет назад это была просто мечта, это была надежда. Недаром гимн Израиля, хатиква, он так и называется, надежда. В сердце не угаснет священный огонь, и будет стремиться еврейская душа. Будет стремиться к востоку на Сион, в землю Отцов, что Бог нам обещал. Это надежда, это история. И мы видим сегодня, что это влекло, это поднимало целые поколения евреев, которые изменяли мир, которые построили сегодня государство. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом Боге. И так же самое, когда мы говорим о еврейских мессианских общинах. Еще 200 лет назад никто и не думал, что они могут быть. Еврейский евангелизм, то, что изменило положение вещей, то, что изменило мышление христиан, то, что изменило мышление церкви. И сегодня мы видим во всем мире множество общин, мы видим миссии, которые проповедуют евреям Машееха. Так почему же история, знание истории так важно? Потому что история — это важный составляющий аспект любого общества. Можно сказать, что без исторического наследия прошлого, без знания о прошлом, без практического опыта поколений нет полноты настоящего. И как следствие, ошибки, которые совершали в прошлом, будут повторяться и сегодня. Почему тираны, которые приходили к власти, стремились переписать историю? Они знали простой секрет, что народ, который лишен своего прошлого, он не имеет своего будущего. И существует множество примеров этому лозунгу, этим словам. И если мы посмотрим, даже на ближайшие времена нашего, буквально, Османская империя, которая брала христианских мальчиков, забирала от родителей, вырывала из вот этого исторического контекста и воспитывала их как убийц, наемных убийц, потому что прошлого у них не было, а настоящее у них было одно — подчинение и выполнение воли тех, кто их поработил. Давайте мы посмотрим, что сам принцип «храни и помни» идет на протяжении всей Торы. Торозаконие 6 глава, 6 стих. «Помни слова, которые я заповедую тебе ныне, близко к сердцу прими их. Помни слова, которые я тебе заповедую», — говорит Господь. «Помни их». И потом он напоминает Израилю о важности сохранения идентичности народа, как народа Божьего. Он вдохновлял отцов делиться с детьми историей выхода из египетского рабства. Торозаконие 4 глава, 10 стих. «И когда сказал Господь мне, собери-ка мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Из поколения в поколение Божья истина, она передается для того, чтобы исполнить все то, что хочет сделать Господь. И вот этот сам принцип «храни и помни, передай дальше, не забывай». Поэтому мы, как евреи, помним о тех праздниках, мы помним о тех днях, которые заповедовал нам Бог. Он говорит, вот дни, которые ты назовешь священными собраниями, вот дни, которые ты будешь почитать меня, будешь вспоминать о том, что я сделал в них, чтобы сегодня это было твоим правилом, это было твоим таким пунктом, движением вперед. Это очень просто и очень тяжело, потому что мы думаем иногда, что мы все помним, все знаем. Но на самом деле все новое — это хорошо забытое старое. И очень хорошо помнить об этом, вспоминать, принимать к своей жизни и идти дальше. И если мы посмотрим, что книги Брид Хадаша, Нового Завета, Евангелия, в которых описан земной путь нашего Господа Имашеиха, Ишуа, Иисуса из Назарета, оно помогает нам вспомнить все то, что говорил наш Учитель. Оно помогает нам корректировать так же само, как и Тора, наш путь, наш маршрут. Вы же понимаете, да, когда мы идем куда-то, мы пролаживаем маршрут. Из пункта А в пункт Б, и у нас есть определенная линия. Но если мы в этом пути будем сбиваться чуть-чуть в сторону, мы точно не придем в цель. И если мы помним, на иврите грех, он звучит как хэт — не попасть в цель. Поэтому цель этого урока — не просто вспомнить, но действительно напомнить себе о тех людях, о том, что происходило в прошлом, чтобы увидеть сегодня настоящее. И, возможно, через это увидеть наше будущее. Итак, что же такое еврейская миссия? Вообще, что такое миссия? Надо разобраться с терминологией, иначе нам будет немножко трудновато в будущем. Итак, что же такое миссия? Под латинское слово «миссия» буквально означает «отправить», «посылка», «поручение». И мы можем понимать три таких аспекта. Первое — это направление людей, имеющих определенное послание, или миссионеров, имеющих миссию, как проповедников в другие страны и их деятельность, а также можно назвать организацию, общину, которая этих миссионеров отправляет. То есть есть определенная структура, которая отправляет людей с определенной целью на миссию. Итак, особое служение, направленное на углубленное и расширенное распространение христианской веры. То есть есть цель у этой миссии. И самое главное, древнее значение этого понятия — проповедь веры среди тех, кто еще не знает, кто еще не христианин, распространение Царства Божьего в мире и созидание новых общин. То есть миссия имеет определенное предназначение, цель, конкретную цель. И люди, которые делают это, они совершают миссию. Это их цель, это их призвание, это то, к чему они призваны. То есть делая вывод, что еврейская миссия — это одна из форм деятельности общины, и которая имеет цель донести благую весть Иешуа, Евангелие, еврейскому миру через проповедь и обучение. А также помочь тем, кто уверовал, стать частью общины Нового Завета. Понимаете? То есть еще раз эта мысль... То есть еврейская миссия, она предназначена для того, чтобы донести благую весть Иешуа. И если мы посмотрим, то сама история еврейских миссий — это летопись восстановления христианской церкви в ее полноте. Это переосмысление, переосмысление и новый, хотя все новое — это хорошо забытое старое, взгляд на Писание. Изменение парадигмы мышления, изменение вектора направления движения. Это то, что и происходило с самой общиной, с верующими Нового Завета. Потому что миссианское еврейское движение, оно состоит из евреев, которые верят в Иешуа. Их многие тысячи. И они посвящили свою жизнь для того, чтобы прославить Господа, чтобы рассказать о Нем, о Царе Израиля другим евреям. И в то же время важно отметить, что современная миссианская община, она не могла бы появиться сама по себе, без посвященных Богом неевреев, которые, уверовав в Бога и миссию Израиля, были теми, кто проповедовал благую весть и поддерживал верующих евреев. Многие приписывают начало еврейского... начало, вот, то есть даже не начало, а восстановление еврейской миссии. Если мы посмотрим на всю историю христианства, мы увидим, что первые апостолы не были евреями. Мы увидим первую миссианскую общину в Иерусалиме. Мы увидим Ребе Шауля, который шел прежде всего к евреям. И его слова, во-первых, Иудею, потом Эллину. Это очень важный момент. Но наступили времена, когда вот эта еврейская миссия, еврейская составная церкви, она была удалена из церкви, и пришло разрушение, поражение самой церкви. И мы видим, что на протяжении всей истории в церкви были евреи, верующие в Машеяха, в Христа. Были евреи, которые проповедовали, были евреи, которые реально меняли саму христианскую атмосферу в церквях. Но как христианская, как еврейская миссия в церкви, это было уже восстановление в конце, скажем, 18-го, в начале 19-го века. Итак, многие приписывают восстановление еврейской миссии в теле Машеяха, еврею-христианину Джону Фраю, 1771-1837 год. И это действительно так. Его труд на Ниве проповеди Евангелия еврейскому народу существенен и фундаментален. Но мы начнем немного раньше. С тех, без кого восстановление еврейской миссии было бы невозможным. Итак, мы начнем с Филиппа Якова Шпенера, 1635 год, 1705 год. Лютеранский богослов, основатель пиетизма. Что такое пиетизм? Пиетизм — это изначальное движение внутри лютеранской и реформаторских церквей, которое характеризовалось преданием особенной значимости личному богочестию, религиозным переживанием верующих, ощущению живого общения с Богом, а также, очень важный момент, изучению и разбору Божьего слова. То есть внешнее и внутреннее. Посмотрите, то есть это уже было, вроде бы уже прошли средние темные, как так называемые темные века, вроде бы уже пришла реформация, вроде бы уже все стало в порядке, но постепенно и тут наступила вот такая полоса сухой схоластики, сухого теологического такого состояния, когда люди хотели найти живые отношения с Богом. И тогда внутри вот таких вот лютеранской церкви этот человек Филипп Яков Шпеннер, действительно он пережил вот это желание, желание близких отношений с Богом, желание изучать и разбирать священное писание, не просто читать чьи-то комментарии, но самому найти в нем истину, то есть зерно истины. И он был не просто теологом определенного богословской школы, да, лютеранин, он не был просто философом, хотя он был доктор философии, он был не просто заботливый пастор, он был другом для многих евреев, в которых видел неотвергнутых Богом и проклятых людей, потому что в те времена была такая теология, что Израиль, он отвергнут Богом, и это как бы пример для всех христиан, что будет с ними, если они будут непослушны, если они отойдут от Бога, и их страдания только потому, что они распяли Христа. Вот такая была теология внутри церкви и даже реформаторской церкви. И, однако, он был вдохновлен, потому что внутри реформаторской церкви даже были тоже два течения. Одно и одно течение, вдохновленное лютером и его личной юдофобией, смотрели на евреев с осуждением и неприязнью. Но вот вторая группа, в которой был Ияков Шпенер, изучая Писание, не могли не обратить внимания на Божьи слова относительно Израиля. Послание апостола Павла, рабе Шауля, римлянам, 11 глава, 1 стих. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И ответ простой — никак. Нет, такого не произошло. Буквально есть такой перевод, да запретит тебе Бог так думать. То есть, когда они начинали изучать Писание, они видели эти слова, и это вдохновляло их. И они начинали смотреть на весь мир немножко по-другому. Солоскриптура, только Писание — одно из самых таких фундаментальных основ реформации. И Писание однозначно во многих местах Брит Хадаша Нового Завета говорит о том, что Бог сохранил свой Завет с Израилем и не оставил его, даже когда многие из еврейского народа не приняли его. Филипп Шпенер, который любил Бога и Писание, ясно видел это. Он видел то, что Бог говорит о своем народе. Он видел, что Бог говорит, что если даже ветви, они были, некоторые из них были убраны с этой маслины, то Бог силен привить их обратно. Что Бог не прекратил свой путь, свое отношение с Израилем. И его последователи, которые воспитаны были в духе любви к Израилю, тоже видели это. Такие деятели христианской церкви, как Роберт Лейтон, Сомуэль Розенфорд, продолжили дело своего наставника. В частности, Роберт Лейтон, архиепископ Глазко, это Шотландия, глава Эдинбургского университета, говорил. Те, кто не молится ежедневно об обращении евреев, забывают о главном элементе славы церкви. Без сомнения, еврейскому народу будет вновь велено восстать и святиться, и их возвращение станет богатством для язычников. И он говорит, что он цитирует римлянам 11 глава 12 стих. И время это будет намного более славным, чем все, что видела доселе церковь Божья. Вот услышите, услышите сердце этого человека, человека, который жил в эпоху полной юдопфобской антисемитской теологии, в эпоху, когда на евреев смотрели, как на бога убийц. Он говорит, те, кто не молится ежедневно об обращении евреев, забывают о главном элементе славы церкви. Он говорит, что евреи являются главным элементом славы церкви. Обратите внимание на это. Самуэль Розенфорд, шотландский пиетист, оказавший влияние на многих верующих, в том числе на Чарльза Спенджера, писал, «О, что за зрелище! Самое радостное после пришествия Господа на облаках! Наши старшие братья евреи и Христос падут друг к другу в объятия и поцелуются. Они так долго были в разлуке. Они будут нужны, нежны друг со другом при встрече. О, тот день! О, тот долгожданный и милый сердцу рассвет! Дорогой Иисус, позволь мне видеть, как Ты стоишь в объятиях с Твоим древним народом, событие, которое будет, как воскресенье из мертвых». Обратите внимание на сердце этого человека. И неудивительно, что шотландская церковь, она была одной из тех, кто стоит в основании еврейской миссии, проповеди Евангелия еврейскому народу. Стоит отметить, что параллельно, ну, практически во всех странах, в деноминациях католической, православной, независимо русской, румынской, византийской, о евреях думали совсем по-другому. На них смотрели, ну, в лучшем случае, как на людей второго сорта, проклятых и отверженных Богом. Церковный антисемитизм был распространенным явлением. Евреи вклеймили с кафедр как богоотступников и убийц Христа. Это поднимало в народе бытовой антисемитизм и агрессивное поведение по отношению к евреям. Евреи видели в своих соседях, которые были в основном массе номинальными христианами, врагов. А главный источник своих бед и страданий предписывали Христу, которого не знали. То есть это то же самое, как Лютер писал, что если бы апостолы вели бы с язычниками так же, как мы вели себя с евреями, то, вероятно, бы и не было сегодня христиан из неевреев. Но, правда, потом он уже в следующие, спустя годы, он писал, «О, Бог, нет никакого у тебя других врагов страшнее, чем евреи, а не хуже, чем дьявол». К сожалению, и такое было. Но давайте мы посмотрим дальше. Филипп Яков Шпеннер, Роберт Лейтон, Самуэль Розенфорд были теми людьми, через которых Бог менял парадигму мышления, разрывал вековые бастионы ненависти и проклятий, которые несло такое мышление для верующих в еврейского мессию. Сама мысль, что Бог не оставил церковь, Израиль и евреи остаются возлюбленными детьми отца, уже была откровением изменивших церковь тех дней. Внезапно христиане увидели в том будном сыне своего брата. Итак, давайте мы рассмотрим жизнь одного человека, через которого Бог расширил границы своего царства и которого можно назвать отцом современных, вообще современных не только еврейских, но и других миссий, которые направлены на распространение благой вести Ишуа. Уэлем Кэрри, которого называют апостол Индии, Хадсон Тейлор, тоже апостол Китая, они отдавали честь этому человеку и подчеркивали, что именно этот человек и его служение вдохновило их на подвиги, подвиги во имя Ишуа. Заметьте, они отдавали ему честь, славу Господу, в полную честь этому человеку, потому что, глядя на их жизнь, этого человека, они видели, видели Христа Творящего. Итак, Николай Людвиг фон Ценцендорф. Он родился 26 мая 1700 года в Дрездене и умер 9 мая 1760 года. Он был имперским графом, одним из крупнейших богословов XVIII века, епископ, реформатор Моравской Церкви, основоположник движения Горингутов в Лютеранской Церкви. Услышал о гонении, которые терпели от католиков чешские братья в Моравии. А вы помните, да, историю Моравской Церкви. Это последователи Яна Гуса, которого сожгли на костре за его попытку реформировать Церковь. И тогда были так называемые гусидские войны, когда католическая Европа, она выступила против этих чешских братьев, так называемых, ну, как мы сегодня их называем, чешские братья. И была страшная война, была страшная резня, их просто уничтожали. И услышав о гонениях, которые терпели от католиков чешские братья в Моравии, Ценцендорф отправляет им приглашение, переселиться в его поместье Бертельдорф, которое они с радостью и приняли. То есть мы видим в 1722 году в этом уже в этом поместье граф Ценцендорф основывает поселение Гренгут, которое стало надолго центром духовного обновления, социально-религиозной реформы и миссионерской жизни. И чтобы вы поняли вообще, что происходило в дальнейшем, можно сделать такую небольшую ремарочку и рассказать вообще об истории графа Ценцендорфа, об отношениях между графом Ценцендорфом и этими поселенцами. Когда они прибыли на это место, у них был поселок, и они вроде бы обрадовались, религиозная свобода, они могут исповедовать еще, они могут поклоняться ему без страха, что за это им отрубят голову или сожгут на костре, или будут пытать и мучить. Наступил момент охлаждения отношений. Вначале они смотрели на графа, как на человека, который открыл им новое будущее. Но потом у графа тоже были какие-то свои представления, и он пытался внедрить их в жизнь. И все закончилось немножко печально. Они стали врагами, они начали вражду. Причем вот эти люди, которых он спас, которым он помог, они называли его чуть ли не Антихристом. Но произошел момент в молитве, когда граф молился, Бог прикоснулся к нему Духом Святым. И граф увидел себя немножко в неправильном положении перед Богом. Он увидел, что он пытался сотворить этих людей по своему образу и подобию, вместо того, чтобы помочь Богу сделать этих людей такими, какими он их видит. И он пришел и покаялся. Он попросил прощения у этих людей. И они начали молитву. И Дух Святой сошел с такой силой, что эта молитва потом продолжилась еще сто лет без перерыва. Но я хочу, чтобы вы поняли, почему произошел прорыв в Духе Святом. Почему он увидел то, чего он не видел. Первоначально граф Цинцендорф поддерживал позицию, которая была общепринятой в эту историческую эпоху. А именно, евреи были слепы в своем неверии, и поэтому они отвержены, и поэтому они прокляты, и как следствие они влачат жалкое существование, как предупреждение для христиан, что будет с ними, если не оставят Машееха, то есть Христа. Но глубокое изучение Нового и Старого Завета поставили вопросы перед теологией и богословием Лютеранской Церкви, которую он изучал. Вы помните, мы говорили, да, о пиетистах, о Розенфорде, о других, о Якове Шпеннере. Кстати, Яков Шпеннер являлся крестным отцом нашего графа. И вот что происходит. Он начинает общаться с евреями. И эти евреи, это были последователи радикального учения, ну, Мессии. Шабатай Цви, было такое мессианское, уже мессианское движение среди евреев тогда. Шабатай Цви, который провозгласил себя Мессией. И вот он опирался на каблу Исхака Лури и Хаима Виталия. И учил, что его целью, целью Мессии является спасение всех душ без исключения. И что особенно спасение падших душ. От этого Мессия должен спускаться в самые низы и подбирать наиболее падшие души. Ну, вроде бы, на первый взгляд, это то же самое, что делал Христос. Да, я пришел к кому? К погибающим овцам дома Израиля. Я пришел к больным, но не к здоровым. Но Ишуа, да, который облегся в плоть, совершил акт искупления человечества, да, но сторонники Шабатайа Цви, они утверждали, что вот их Мессия, их Учитель принес большую жертву, чем Иисус. Он свою веру и свою еврейскую идентичность отдал вот просто ради высших целей освобождения евреев. И получается, что через дальнейшие личные контакты с еврейской общиной в Амстердаме, особенно португальским евреем по имени Нювезда Коста, который брал Танах, Тору и разоблачил ересь Шабатайа Цви, он открыл для графа новый и чарующий мир еврейских писаний. И Ценсендорф увидел уникальность библейского иудаизма. И его отношение к евреям начинает меняться. И вот здесь именно происходит вот этот прорыв в отношениях с этими братьями, с теми ребятами, ну, с этими братьями, которые жили в этом поселке, который он им подарил Грингут. Именно тогда в нем что-то происходит, и Дух Святой касается его сердца. И граф не мог не сделать вывода, что правильное отношение к Израилю открывало двери для Божьего благословения. И Ценсендорф заявляет, решительно заявляет, что евреи — это избранный Божий народ, и они продолжают играть важную роль в истории Божьего спасения. На основании опасаний апостола Павла к Римской церкви, 9-11 глава, которую, кстати, не очень любят читать в христианских церквях, Ценсендорф считает, что евреи временно поражены слепятой. Временно. Они так, как говорили, что они уже все, отвергнуты навсегда, все, им нет спасения, они просто насмешка Бога на земле, но они временно ослеплены. И он говорит о том, что обращение еврейского народа произойдет только в одном случае — в результате проповеди Благой Вести. Итак, небольшое отступление. Сегодня, как и в те далекие дни, среди христиан пребладают несколько основных богословских идей относительно евреев и Израиля. И одна из них называется «Теория двух заветов». Об этом, я думаю, сегодня более подробно расскажет доктор практического богословия Леонид Крутер. Но я тоже чуть-чуть коснусь этого аспекта. Ее сторонники говорят, утверждают в том, что спасение возможно христианам через Иисуса, а евреям благодаря закону Моисея. На этом основании, ну, то есть, понимаете, да, Бог заключил завет с Израилем, и он заключил с другими народами. Поэтому зачем Израилю другой завет, если у них уже есть свой старый завет, который Бог не отменил. Итак, при этом, один из сторонников вот этой теории цитирует слова Христа «Не бросайте жемчуг перед свиньями». Ну, то есть, он имеет в виду, что не надо ценности кидать тем, кто их не воспринимает. Но тоже интересный контекст. Он называет евреев свиньи. И, то есть, не надо проповедовать евреям Христа, не нужно это делать, у них все уже в порядке. Давайте будем жить своей жизнью. Но и написано. Почему он делает этот вывод? Он берет Иезекиеля 20, главу 21 стих, и он говорит. «Но их дети восстали против меня, они не исполняли моих установлений, не старались исполнять мои законы, хотя тот, кто исполняет их, будет жив ими». То есть, если они исполняют заветы, Израиль исполняет установления, они исполняют законы, то они будут живы этими законами, они будут живы этим заветом. Но также написано, давайте мы посмотрим, контраргумент. Написано в книгах Брит Хадаша. И это говорит Иешуа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь». Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. И также он говорит. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. Я думаю, что просто проблема в том, что апостол Павел не учился в наших библейских школах и семинариях. Он не читал наши богословские книги. Поэтому он часто делает какие-то странные заявления. Например, 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовестую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне есть, и не благовествую». И также он говорит в послании к Римлянам, 1 глава, 15-16 стих. «Итак, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божьей ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену». Странно как-то. Не бросайте жемчуг перед свиньями, теорией двух заветов. Евреям проповедовать не надо. Зачем им это нужно? И апостол Павел, который почему-то не понимает вот этой глубины мудрости вот этих богословов и теологов, которые говорят, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божьей ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Элену». И также написано, что «как они услышат, если не будут посланы? Как они поверят, если не будет сказано?» И вот слова Ценцендорфа, так созвучные ответы ответу доктора Луиса Гольдберга. Это один из основателей миссии «Евреи за Иисуса». И ему говорят, «А почему так сегодня мало евреев спасается?» Знаете, такой вопрос. В пресс-конференции кто-то ему задает вопрос, «Почему сегодня спасается так мало евреев?» И он отвечает, «Чем меньше евреям проповедуется Евангелие, тем меньше они спасаются». Это все в контексте того, что происходило в те времена исторические. И вы заметите, что сегодня здесь параллели в нашем будущем. Многие церкви не хотят проповедовать евреям Евангелие. Они говорят, «Не надо Израилю евреям!» «Зачем?» «Зачем нам портить отношения?» Вы вспомните, что делали христиане на протяжении тысячелетий с этим народом. А вот Холокост, как мы можем после этого проповедовать? Но Ишуа говорит, «Верующий в меня имеет жизнь вечную». Ишуа говорит, что нельзя прийти к Отцу, как только через меня. И Павел говорит, что это сила Божья ко спасению. И он говорит, «Во-первых, иудеи». Хорошо, давайте мы вернемся к графу Ценцендорфу. Итак, примерно во время своего общения уже с Дакоста 1739 год. И очень тоже интересный момент, что Дакоста он принял Машеяха. И перед смертью граф он крестил, он совершил погружение этого еврея, который помог ему выйти из вот этого обмана. Я тоже хотел бы добавить к этому, что сегодня многие верующие христиане увлекаются еврейским. Например, кабовой, нумерологией. И они думают, что есть в этом истина, в этом есть какая-то глубина. Я прошу, хотел бы, знаете, просить у Бога, чтобы в вашу жизнь пришли вот такие евреи, как Дакоста. И чтобы на основании Писания они вам показали истинность и ценности, которые дает Новый Завет, которые дает Брит Хадаша. Потому что некоторые говорят, да, мы не можем, зачем, у нас есть Тора, у нас не надо нам Брит Хадаша. Послушайте, все Писание Богодухновенно и полезно к научению, и полезно к обречению, исправлению. Оно дано нам Богом для того, чтобы, глядя в это историческое прошлое, мы видели сегодня настоящее, чтобы Бог мог изменить наши жизни. Поэтому я желаю таким христианам, вот такого еврея, как этот Дакоста. Итак, 1739 год. Ценсодорф вносит новшества в Литургию Моравских Братьев, а именно молитву перед чтением Писания, в которой в частности говорилось, что Бог восстановил колено Иудина в свое время и благословил первые плоды среди нас. Представляете, то есть Он сказал, есть определенная молитва, то есть Он внес молитву за спасение Израиля. Это так не похоже на те фрагменты молитв из православной литургии на Пасху. Это такие пассажи, как, например, «Еврейское племя, которое осудило тебя на распятие, отплати им Господи», который повторяется десяток раз. И «Христос воскрес, а еврейское племя погибло». И также они богоубийцы, а мы те, кто принял тебя. То есть как это не похоже. Посмотрите, они благословляют Израиль. И интересен тот факт, что граф Цинцендоров делал то, что мы сегодня называем ре-иудаизацией христианства, то есть поиски еврейских корней веры. Он ввел соблюдение Юм-Кипур в общину маравских братьев как способ напомнить о еврейских корнях веры. Он критиковал западную церковь за то, что и своих братьев-реформаторов, кстати, тоже, за то, что они изменили историческое название Песах на Пасху и исключили из него еврейские составляющие. Например, на протяжении 19 века многие члены общины маравских братьев праздновали Песах с опресноками, горькими травами и ягненком как прообразом пасхальной жертвы. И очень интересный момент, что они праздновали и Песах и Пасху, как бы видя в этом вот этот мостик между прошлым и будущим, пророческое исполнение Божьих обетований. И изначально маравские братья соблюдали субботу, как заповеданный Богом день поклонения. Но спустя некоторое время под нажимом официальной лютеранской церкви они были вынуждены принять воскресенье как день поклонения основного и церковного богослужения. Хотя суббота она сохранила свой статус. Кроме этого, в известной молитве, которая вот мы говорим о ней, что она шла сто лет, вот эта молитва, которая произошла после того, как Сенцендорф примирился с братьями, когда он совершил покаяние перед ними, и они покаялись перед ним, пришло вот это единство. Но перед этим мы помним, что изменилось его понимание и представление о еврейском народе, об Израиле. Вот именно вот эта молитва она началась, она шла сто лет и было три направления. Первое это было пробуждение церкви, то есть то, что мы называем реформацией церкви, потом покаяние неверующих людей, спасение неверующих людей и третий, о котором часто не упоминают, это спасение Израиля и обращение Израиля к Христу. Итак, в 1748 году граф Людвиг Ценцендорф выделяет часть своего замка для размещения еврейской церковной общины Юден-Кехела, то есть церковь. В 1750 году для тех же целей Ценцендорф приобретает здание в Уондоне. Он мечтал основать общину евреев-христиан, которые могут жить по еврейским традициям, обычаям Торы и при этом веровать в Христа. Это была его мечта. К сожалению, она была неосуществима, потому что были отдельные люди, были отдельные семьи, но вот именно собрать большую такую группу у него не получалось. Но, что немаловажно, они начали еврейскую миссию, они начали проповедовать евреям Евангелие. И один из тех, кто делал это, его звали Самуэль Либеркун. Он родился в 1710 году и умер в 1777 году. Он был сын ювелира, изучал богословие в Галле и Ене. Он вступил в контакт с марафскими братьями. Он был назначен в качестве миссионера к евреям в 1736 году. Он осуществлял свое служение после, а потом уже самостоятельно в Амстердаме. Итак, Самуэль Либеркун провел большую часть своей жизни, работая среди евреев, особенно в Амстердаме. Это Голландия. И стал настолько сведущ историй и ритуал юдаизма 18 века, что его друзья и даже евреи Амстердама называли его Раби. Они называли его учитель Рави. Около 1740 года Либеркун отважился, ну, вообще, он совершил, наверное, такой героический поступок, вообще необычную такую миссионерскую деятельность в еврейском геттое Амстердама, проповедуя евреям Мессию и не призывая их отставить иудаизм. То есть, понимаете саму идею? Происходило как? Если ты уверовал в Иисуса, ты должен стать христианином, ты должен оставить свое еврейство, ты должен... И была такая молитва, я отрекаюсь от всего еврейского, я отрекаюсь от праздников, обычаев, субботного месяч, я отрекаюсь от мацы, праздника пресноков, от своей еврейской родни, корней, я плюю на Талмуд, то есть, понимаете? И он приходит, проповедует Иешуа и говорит, вам не нужно выходить из иудаизма, вам нужно просто верить и видеть в этих книгах Брит Хадыша того Машииха, о котором говорит Танах. И смотрите, это так похоже на то, что произойдет в Деянии Апостолов, когда собрался так называемый Первый Иерусалимский Собор, когда решали этот вопрос, могут ли не евреи верить в еврейского Мессию и оставаться при этом, ну, не становиться при этом евреями. И принято решение, что не евреи, они могут верить в еврейского Мессию, и не надо им становиться евреями, потому что Бог пришел совершить великое объединение из двух, одно. Об этом мы поговорим в конце, а сейчас мы продолжим о Самуиле Либеркунии. Итак, смотрите, он стал евреем для евреев, получил откровение о том, что народ Израиля никогда не перестанет существовать. Его миссия обладала определенным успехом, и в 1746 году Либеркун впервые проводит по еврейскому обряду свадебную церемонию обращенных им христиан из евреев Давида Кикольфа и Эстер Грюнбек. То есть он совершает хупу, он соединяет двух новообращенных евреев, тех, кто уверовал в Ешуа, по еврейскому обряду, по еврейской традиции, под хупой, с еврейскими благословениями. Это, конечно, для тех времен это было просто что-то невозможно, это была фантастика, это был нонсенс для кого-то. Итак, его дом, он был открыт для евреев, где по традициям пиетистов он проводил встречи, на которых разбирались мессианские порочества Танаха и их исполнение в Новом Завете. Он читал Брит Хадаша, он делал акценты на еврействе Ишуа, он говорил о Ишуа как о царе Израиля, как о Машиихе. И это не могло не привлекать к нему народ, еврейский народ. Первые попытки Ценсендорфа и Моравских братьев возродить и утвердить право мессианских еврейских общин на уважение и публичное признание столкнулось со стеной непонимания со стороны официальной церкви и служителей этой церкви. Многие, конечно, опасались, что может появиться какая-то секта. Кстати, ну, вот они говорят очень часто об эбонитах. Вот были эбониты, которые вроде бы веровали в Иисуса и соблюдали еврейские традиции, и вот это было ересью признано, хотя никто не понимает на самом деле, о чем учили эбониты. До нас не дошли просто вот именно какие-то книги, какие-то свитки, но мы основываемся на том, что говорили отцы церкви, которые были настроены антисемит, ну, как антисемитское настроение имели. Вот эбониты это плохо, потому что они хотели быть евреями и христианами одновременно. Хорошо, мы возвращаемся, что многие боялись, что христиане уйдут в иудаизм, потому что Писание, оно имеет такое притяжение, и, то есть, это опасались такого, что вот вдруг христиане решат уйти в иудаизм. И посмотрите, та же Лютер, он критиковал последователей Яна Гуса, маратских братьев, потому что они почитали субботу как День Божий и обвинял их в том, что они хотят разрушить христианство изнутри, хотя они настаивали на том, что Слово Скриптура, что Слово Божье истина, что то, что говорит Бог, невозможно изменить, потому что в тот же Песах он назван «Постановление вечное в Господе». Но, как мы видим, первые шаги к еврейской миссии уже были сделаны. Пиетисты, оказавшие влияние на марафских братьев, а они в свою очередь оказали влияние на Джона Уэсли, который был основателем методизма, который в свою очередь изменил христианство тех дней, внося жизнь в мертвую и сухую схоластику, подготовили фундамент, на котором начал свою деятельность еврей-христианин Джон Фрей. И, к сожалению, у нас не хватает времени, чтобы поговорить о деятельности первых еврейских христианских миссий. Но то, что делали они, это действительно очень-очень много. Это книги, это новый завет, перейденный на еврейский и идыш. И, несмотря на критику, я делаю сейчас вывод, несмотря на критику со стороны ортодоксальных и скептически настроенных исследователей, как евреев, так и неевреев, еврейская миссия была успешна. Они говорят, да вы что, какой успех, где они, какие там тысячи последователей, вот мы, что это такое, о чем вы говорите, на самом деле там был один, два, три. Послушайте, миссия была успешна. Евангелие проповедовало среди евреев, и это делали сами евреи, которые уверовали в еврейского миссию. Это были те потомки, это были те плоды пиетистов, это были плоды маравских братьев, которые приезжали на миссии и проповедовали Евангелие, которые говорили Слово Божье, которые не молчали, которые провозглашали царя Машеха Ишуа. Они уверовали и продолжали служить. Смотрите, Евангелие, оно было переведено на идыш и иврит, и оно распространяло среди ортодоксальных и светских евреев. То есть Библия, Новый Завет, она стала доступной, потому что раньше Библия, ну, какой еврей мог знать латинский или греческий, но иврит это был богослужебный язык, идыш это был разговорный язык, ладина это был разговорный язык, и на эту, на эти языки переводилась священная литература. И в будущем, уже в будущем, уже в 19 веке, в конце 19, в начале, в середине 20 века были основаны еврейские мессианские общины, еврейские христианские церкви, в Кишиневе, в Черновцах, в Одессе, в Киеве, Ивано-Франковске, тогда он назывался Станислав, во Львове, в Яссах, в Житомире, ровно, в Варшаве, в Белостоке, в Гродном, в Нью-Йорке и в других городах, в которых евреи, верующие в Христа, могли славить Бога Израиля и мессию в еврейском контексте. Да, это не были такие общины, как сегодня, но это были общины евреев, христиан, которые не боялись говорить о своем еврействе и то, что они являются евреями. Они возникали в разные годы, в разных каких-то географических местах. Они не были такими многочисленными, там много их было, там тысячи, община тысячи человек, например, но они были вот этим началом великого течения благодати последних времен. Мессианские евреи служили катализатором в духовном обновлении церкви. Обратите внимание, маравские братья, которые являются пионерами христианских миссий, проповедовали Евангелие другим народам. Их пример он вдохновлял и Хатсена Тейлора, Корея, Мюллера, Вилья Абута. Но все началось именно тогда, когда граф Цинцендорф обратил внимание на Израиль и евреев и он не просто изменил, знаете, такое отношение, а он начал проповедовать Евангелие евреям. Он начал проповедовать евреям Христа, и он начал влаживать в это знание, ресурсы, силы, жизнь. И как следствие, евреи в будущем становились соработниками для неевреев на служении Мессии. И давайте мы посмотрим, что такие служители, как Леон Авербух, который продолжил дело Иосифа Рабиновича в Кишиневе, был пастором еврейской христианской общины Вифиль. И с 1918 года по 1939, даже по 1940 год он был пастором этой общины и он был начинателем баптистского движения в Молдове. То есть он помогал основывать нееврейские и баптистские церкви, он помогал основывать общины в Молдове, в Румынии, потому что многие певчие, те, кто пели, те, кто играли на инструментах, канторы, как так говорят в синагоге, были научены им. Они являлись его учениками. Петр Городич в Белостоке основал еврейскую христианскую церковь и проповедовал Богу и весть в Польше и Прибалтике, в Белоруссии. То есть он помогал начинать реформаторские англиканские общины, он помогал неевреям основывать церкви, при этом он проповедовал евреям Христа, Машиеха. А без Иосифа Щедровицкого, который перевел на Новый Завет на китайский язык, проповедь Хадсона Тейлора, она бы не была такой успешной. Вы понимаете, все так связано, все взаимосвязано. Цинцинторф, Моравские братья, которые откликнулись на Божий призыв, Бог изменил их положение, Бог изменил их жизни, для того, чтобы принести жизнь в этот мир. И я захочу завершить словами Ребе Шауля апостола Павла из послания Римской Церкви, 10 глава с 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Господь не спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали, как уверовать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги боговествующих мир, боговествующих благое». Еврейская миссия имеет уникальное значение в теле Машиеха. Бог убирает стоящую преграду, чтобы евреи и неевреи вместе могли быть одним новым человеком, одним новым человечеством, во главе которой Машиех. Поэтому если сегодня у вас есть возможность проповедовать благую весь Ешуа народу Израиля, делайте это. Теория двухзаветов и теория всякой теологии, они стремятся к тому, чтобы ослабить телом Мессии, принести разделение. Поэтому моя просьба, такое послание, смотрите историю, изучайте жизнь этих людей. И я надеюсь, у нас еще будет в будущем время поговорить именно о еврейской миссии, о евреях, христианах, о мессианских евреях, которые совершали вот это чудо, совершали подвиг во имя Мессии Израиля. Шалом и хак Саме Песах. Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это не прощаю. Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам дары и призвания не подлежат пересмотру. Это было сказано субтитры.